Сегодня жительница Иркутска Наталья Томшина, как обычно, набрала хорошо известный ей номер фирмы такси. На вызов приехала с виду обычная иномарка, но водитель оказался поющим. Сударня, пусть вас не удивляет, я музыкант, поэтому я такой, что я петелок творческий. Пишу сам песни, пишу стихи и исполняю свои стихи и песни пассажирам. Конечно, не все положительно реагируют на предложение послушать песню. Большинство пассажиров поющий водитель просто довозил до нужного адреса. Коллеги сначала удивлялись, что Дмитрий тратит свое время на пассажиров, но позже непонимание сменилось восхищением. Нам спеть песни собственного сочинения, так что мы его сразу запомнили. Общительный очень человек. Ну, это, видимо, дар божий все равно. И не просто же люди, мы же с вами не сели, не написали там песню, стихотворение, а человек вот сел и написал, и сам исполнил. Молва о поющем таксисте распространилась быстро, и вот уже все чаще диспетчеры такси принимают персональные заявки для 65-го. Такой позывной у водителя с гитарой. Как-то один раз женщина звонит, заказывает 65-го. Я говорю, почему именно его? А он говорит, мне такую песню классную спел. И сама я тоже ездила как-то с ним. Заехали, я попросила заехать в супермаркет. Мы заехали, он меня подождал, я вышла. Он говорит, Свет, давай я тебе песню спою. А я как раз ехала, какой-то праздник был, не помню какой ехала, с подружком в кафе. Ну и вот я с ним. Слушала минут 30, наверное. Дмитрий по вечерам дает концерты в кафе, а днем водитель, автор, исполнитель дарит свое творчество случайным пассажирам. Приятели-музыканты предостерегают, песню ведь могут украсть. Дмитрий парирует. Значит, песня удалась. И он напишет еще один хит. Ведь его главная миссия – нести добро и позитив людям. Батар Ламбаев, Алексей Унагаев, по материалам телекомпании БСТ. И люди в соседней машине начинают улыбаться и тоже...